Мы будем сегодня делать прянички с помощью вот таких необыкновенных скалок от Любимого Ком. У меня их несколько. Мне вот совсем недавно прислали новогодний вариант. Давайте ее откроем. Вы когда получаете скалку в подарок, в подарок или покупаете, во-первых, она уже выглядит очень подарочно, да, скажем так, потому что вы ее можете потом подарить, или если вы готовите подарок человеку, кто занимается выпечкой, думаю, это будет очень здорово, потому что сама упаковка очень праздничная. Скалка хорошо упакована. Давайте ее откроем. И внизу, внутри, вы можете найти рецепт с пряниками и с печеньем, который подходит для этой скалки. Но все знают, что я давно работаю на своих рецептах, и сегодня я вам покажу новый рецепт, расскажу о нем вкратце. Смотрите, сейчас мы ее распакуем. Мы сможем сделать прянички и со снежинками, и вот такие новогодние с текстом. Вот, смотрите, какая красота. Вы когда катаете, у вас нет шва, то есть рисунок, он на всей поверхности, на всем полотне теста. Не надо прерываться и как-то докатывать, что-то делать дополнительно. То есть у вас рисунок будет весь-весь одинаковый на всем тесте. Еще раз представлюсь, там подошли новенькие. Меня зовут Виктория Брейдис, и сегодня мы будем работать со скалками от любимого Ком. У меня есть сегодня малиновый конфитюр. Мы будем делать прянички с начинкой. У меня есть тесто классическое, козульное. Рецепт, наверное, уже многие испытали. У нас есть новое тесто. Вот, смотрите, какого оно цвета. Я думаю, видно, оно розовое, оно малиновое. Это новое тесто с нашего новогоднего курса. И сегодня оно будет подвергаться испытаниям. Мы будем с помощью скалки делать на нем объемный рисунок. То есть вот такое вот тесто. Сейчас немножко припылю поверхность, чтобы оно у нас не прилипало к столу. Для работы вам нужно тесто желательно не медовое, потому что, когда вы добавляете мед в тесто, оно становится очень пышное. И рисунок будет не такой четкий, не сильно читаемый. Если же вы забьете тесто сильно мукой, чтобы тесто было плотное, тогда сам пряник или само печенье будет довольно жестким. Поэтому вы, когда будете выбирать рецепт для работы со скалкой, выбирайте очень, ну, как сказать, такой гармоничный рецепт, в котором будут продуманы вот эти вот моменты. Наше козульное тесто довольно плотное. При выпечке оно поднимается вверх, но не расширяется. Поэтому оно прекрасно подойдет для работы с такими скалками. Малиновые конфитюры делаю самостоятельно. Вы можете использовать и готовый покупной конфитюр, либо мармелад, либо очень густое варенье. Любое из этих моментов, да, из сладостей отлично подойдет как начинка. Также вы можете использовать просто вареную сгущенку. Она довольно густая, и она также будет очень вкусно сочетаться даже с нашим классическим козульным тестом. Так как у нас тесто малиновое, я решила использовать внутри тоже малину, поэтому, ну, чтобы они между собой перекликались. Для первоначального этапа нам потребуется обычная скалка. Нам нужно раскатать тесто и сделать какие-то формочки, несложные. Для кого можно подготовить такие пряники? Ну, не надо забывать, что Новый год – это не только праздник встречи Нового года, но это также и дни рождения, это также свадьбы. И если вы, ну, попалось вам, да, заказ такой, что вам нужно подготовить прянички на свадьбу, либо угостить на дне рождения кого-то очень быстро и красиво, эффектно оформить пряники, даже если вы не супермастер, вы не владеете какими-то сложными техниками росписи и декора, то тот вариант, который я вам сейчас покажу, очень простой, и ваши прянички точно запомнятся всем, кому вы их подарите. Во-первых, пряники с начинкой, они довольно объемные. Это такой, знаете, уже готовый десерт, который не требует каких-то дополнений, да, потому что пряник, он получается большой, с начинкой, вкусный, сытный. И если вы даже один пряничек подарите как, ну, презент, как бомбоньерку для сладкого стола, для гостей на дни рождения, то это будет уже готовый и такой самодостаточный подарок. Поэтому сейчас мы раскатаем наше пока малиновое тесто и потом перейдем к нашему классическому. Тесто сейчас мягкое, в него я добавлю муку, но совсем немножко. Я не хочу забивать тесто большим количеством муки. Оно у меня из холодильника, еще такое плотненькое. Во время выпечки цвет немножко изменится. Их надо выпекать на разных температурах. Если классическое мы выпекаем на температуре 190 градусов, то малиновое, чтобы остался цвет, нужно выпекать на температуре меньше, чтобы оно у нас пропеклось, но не перегорело, чтобы цвет не сгорел. Беру часть. Слегка припыляю мукой. Сначала беру обычную скалку. Если у вас пряники с начинкой, не обязательно их делать изначально толстые. То есть, наоборот, мы раскатываем в нашем обычном варианте 0,4 см. Делая начинку, пряник уже увеличится. Потому что, если вы сделаете изначально где-то около, ну, больше, полсантиметра, там, 0,7 см, у вас будет очень толстый пряник, да, он очень сильно подымется. Тесто красивое. Мы его делали несколько дней назад. Оно прекрасно лежит в холодильнике, да. Помимо того, что оно такое вот малиновое, так и на вкус оно тоже малиновое. Я буду использовать сердечки, да. Это наш вариант низа пряничка. Вы можете сделать даже комбо. Ну, то есть, низ пряника можно сделать, допустим, из классического теста, а верх сделать из малинового, да, или наоборот. Сейчас я не раскатываю фигурной скалкой, потому что нам не нужно делать низ каким-то фигурным. Второй кусочек теста я приберегла для верха. Также его разминаю. У меня уже включена духовка на... Сейчас я поставлю температуру, чтобы она у нас не была сильно горячей. И раскатываем вверх. Снова я припыляю тесто небольшим количеством муки. И сейчас оно довольно толстенькое. Для чего? Для того, чтобы я могла фигурной скалкой пройтись. Скалка немножко прижмет тесто и оставит красивый след. Мне важно сделать тесто одинаковой толщины. Вот я сейчас чувствую, что толщина довольно большая, но по всей площади теста она одинаковая. Возьмем, давайте у нас будет со снежинками. И аккуратно, нажимая на скалку, чтобы остался рисунок, проходимся по тесту. Важно припылять поверхность. Вот смотрите, сейчас вам покажу. Вот наши все вот эти вот мелкие снежинки, звездочки, точечки. Все прекрасно отображается. Это все видно. Вырезаю. Такой же размер беру и так то же самое сердечко вырезаю, только уже фигурное. Нам нужно будет защипить края, чтобы... Давай сейчас где-нибудь выберу красивый рисунок. Снежинку. Давайте так. Чтобы наша начинка никуда не убежала. Лишнее убираем в сторону. Итак, наши верхушечки и наш низ. Когда вы будете делать с начинкой прянички, обязательно оставляйте небольшое расстояние от края пряника, чтобы у вас начинка не перетекла за пределы. То есть, если будет отверстие между двумя слоями теста, у вас начинка может вытечь. Лучше всего использовать термостабильную начинку. Есть специальная начинка, которая продается в кондитерских магазинах. Либо, если вы готовите сами, добавляйте... Сильно уваривайте, чтобы у вас ваша начинка была плотная. Либо добавляйте пектин дополнительно. Распределяю начинку. Видите, я оставила внутри с отступом где-то около сантиметра. Но, защипнув, я где-то защипну полсантиметрика. То есть, начинка, если она внутри почувствует свободное место, пространство, она обязательно распределится дальше. Прижимаю, прикладываю сначала и очень аккуратно прижимаю два краешка. Можно пройтись таким фигурным ножом, защипив вот эти вот края и сделав такой бордюрчик волной. Так как у нас внешняя, как сказать, лицевая сторона с узором, даже то, что я прищипываю краешки, этого не видно. Ну, то есть, оно в целом на пряничке смотрится гармонично. Вот так. Получается довольно толсто. Вот я сейчас так на бочок поверну. Вот смотрите, да, пухленько. Во время выпечки он еще поднимется. Потом, когда будет остывать, осядет. И готовим так три пряничка. Пока у нас будут печься наши розовые пряники, я сделаю такую же манипуляцию с нашим классическим тестом. Плотненько-плотненько прищипываем. Можно, конечно, промазать, допустим, край, который свободный, либо сахарным сиропом, либо некоторым белком, желтком промазывают. Но, я думаю, что прищипнув, у нас тесто останется на месте, и начинка никуда не вылится. Важно, чтобы у вас на нижней части не было много муки, иначе тогда мука будет противодействовать тому, чтобы два кусочка теста между собой хорошо слепились. Такие получаются красивые, как пирожки. С узором снежным. Так, три пряничка сделали. Я выпекаю на перфорированном коврике. У нас получится обратная сторона очень красивая. Не путайте перфорированный с силиконовым, с армированным ковриком. Это совсем разные вещи. Когда вы хотите на обратной стороне пряника иметь ровную поверхность, такая будет похожа на сеточку, то обязательно покупайте просто перфорированный коврик. Можно брать тефлоновый коврик, тогда поверхность будет просто ровная. Но тефлоновый требует особого ухода и не сильно длительный по эксплуатации. А этот, мне кажется, вечный. Все, мы ставим их сейчас в духовку. И приступаем к работе с нашим классическим тестом, козульным. Оно имеет такой приятный цвет, как и риска. В холодильнике, оно было, не знаю, минут 20 назад я его достала, но он уже достаточно мягкий. Оно и в холодильнике было мягкое. Мы не делаем тесто изначально очень плотное, чтобы было легко его раскатывать. Снова припыляю мукой. У нас сегодня эфир поделится на две части. Первую часть мы испечем. Я подготовлю заливку сверху. Мы немножко украсим пряничек. И второй эфир будет, когда уже прянички я украшу объемным айсингом, что будет очень просто. Я думаю, это точно сможет повторить любая хозяйка. Хорошо вымешиваем. Добавляем муку немножко и хорошо-хорошо вымешиваем, чтобы тесто было однородным, чтобы было мягким, пластичным, как пластилин, как масса для лепки. Снова прохожусь обычной скалкой. И делаю где-то 0,4 см толщиной наш пласт. Снова вырезаем сердечки. И готовим аналогичную верхушку с нашим декорированным слоем. То есть у нас будет пряничек объемный и розовый, и коричневый. Можем взять сейчас другую скалку и посмотреть, как она работает, какой будет рисунок у нее. Снова припыляю поверхность слегка. Сейчас раскатываю потолще, потому что знаю, что буду еще проходиться фигурной скалкой. У нас скалка с Новым Годом, со всякими элементами новогодними. И можно вырезать, допустим, сердечко и выбирать какой-то элемент центровой. То есть у нас будет, допустим, на одном варианте олень, на другом Дед Мороз, на третьем надпись с Новым Годом. И таким образом даже с одной скалки у вас получатся абсолютно разные прянички. Вот теперь смотрим, что мы тут будем выбирать. Сейчас я переверну в свою сторону. Так, у нас есть с Новым Годом. Очень красивое название. Давайте ее возьмем себе. Так, у нас есть с Новым Счастьем олень и вот снеговик с Дедом Морозом. Можем их двоих вырезать. И вырезаем оленя. Олень у меня не поместится, потому что тут хвостик мешает. Ну тогда с Новым Счастьем. Может кто-то в новый дом переехал, да, и будет этот пряничек очень актуальным. Сейчас повторяем процедуру аналогичную. То есть я сейчас промазываю конфитюром и накладываю сверху уже наш декоративный слой. Декоративное тесто, которое у нас уже с выемкой. Отступаем обязательно край. Для объемных пряников с начинкой выбирайте формы, конечно, попроще. Самое универсальное это кружок, потому что вы просто внутрь кладете начинку, защипываете края. И это не сложно. Если вы будете выбирать какую-нибудь звездочку. Вот сердечко тоже не сильно сложное, но если вы будете брать более сложные элементы, конечно, придется постараться аккуратно защипнуть края и распределить начинку ровно. Поэтому не усложняйте себе жизнь. Начинайте, тренируйтесь с простого. Я снова прижимаю оба слоя теста, верхние и нижние, чтобы они у нас скрепились между собой. Если вы будете использовать фигурную доску или специальные такие формы для выпечки объемных пряников с начинкой, там ничего прищипывать не нужно. Там главное очень хорошо прижать друг к другу два кусочка теста, потому что весь рисунок будет как бы с оборотной стороны. И чем сильнее вы его прижмете, тем четче он у вас появится. Но это тот вариант, который более сложный. Конечно, с фигурными скалками проще и разнообразнее. Во-первых, они по цене более доступны. И здесь, видите, даже с одной скалки получается несколько абсолютно разных рисунков. Почему я выпекаю наше классическое тесто и розовое отдельно? Я уже говорила, они должны выпекаться на разных температурах. Поэтому мы сейчас немножко должны подождать, когда у нас выпечутся розовые прянички. Они уже у нас так напухли красиво, смотрятся здорово, очень аппетитно. Но нам нужно подождать несколько минут, чтобы они до конца допеклись. Поэтому, чтобы я вас не мучила в прямом эфире тишиной, я могу сейчас отключиться и включусь с вами буквально через 5 минут, когда поставлю эти прянички в духовку и уже достану розовые. И начнем сразу декорировать, чтобы мы не тормозили этот процесс. Смотрите, наши прянички отпеклись, такие пухленькие, мягенькие. У нас есть посыпки, у нас есть айсинг, уже густой. Я подготовила в обычном кондитерском мешке, мягком. Не стала делать наши корнеты. Так как у нас мастер-класс предназначен для совсем новичков, я не думаю, что такие сложности здесь нужны. И у меня здесь айсинг вместе с софтом. То есть вы можете использовать любую белковую глазурь, сахарную пудру перемешать с лимонным соком. То есть нам не нужен айсинг в том варианте, в котором привыкли использовать мы для заливки. Потому что нам нужно только затонировать пряник. Здесь у меня в соотношении, для тех, кому интересно, альтер айсинг и софт айс, в соотношении один к одному. То есть здесь очень большое количество сухой глюкозы. Я беру кисточку. Кисточка у меня широкая. Хорошо перемешиваю. Нужно сделать так, чтобы консистенция была такая очень-очень жидкая. Мы будем использовать нанесение кисточкой. Не будем переливать в корнеты или еще что-то. То есть нам нужно просто обозначить этот рисунок. Когда мы покроем вот таким тонким слоем айсинга наш пряничек, он при высыхании станет чуть-чуть белесым, и рисунок будет лучше читаться. Ну, во-первых, айсинг, если вы покрываете вот таким слоем, сахарным, либо, как я уже сказала, с белком, если вы делаете, то, во-первых, он предотвращает пряник от пересыхания. Так как у нас внутри начинка пряник долго будет оставаться мягким, но тем не менее. Это дает дополнительную сладость пряничку, ну и красивый глянец. Пряники нашего классического теста стоят в духовке. Их сейчас время подойдет, прям они очень-очень быстро допекутся. Вот, смотрите. И у нас получается такой еле заметный, но все-таки рисунок есть, и понятно, что тут есть снежинки. Мы их вот сейчас прокрасим. У нас получилось уже изначально такое розовое сердечко, и нет смысла покрывать его каким-то цветным айсингом. Если это не видно воочию, да, вот как бы вам, то мне видно сбоку, как у нас сердечко идет со снежинками. Даем им немножко времени просохнуть, а я пока достану наше второе сердечко, второй замес. И будем его украшать. Вот, смотрите. Здесь у нас прянички с классического теста. Их можно декорировать и когда они остынут, и когда они горячие. Видно надпись «С Новым Годом». Здесь, ну, не сильно читается «С Новым Счастьем». Снеговик и... Ой, Дед Мороз и Снеговик. Снова покрываем нашей смесью. Прянички становятся глянцевыми. Широкой кисточкой удобно пользоваться, потому что она сразу захватывает большое пространство. Вам не нужно какой-то тонкой кисточкой возюкать по всему пряничку. Еще, если вы вдруг захотите сделать это резиновой кистью, ну, кондитерской, ну, будет, мне кажется, не очень аккуратно, потому что кондитерская, она все-таки такая более грубая. Если у вас будет оказия купить именно вот такую широкую кисточку, обязательно покупайте. Вот. Нашу с Новым Годом тоже вижу. Пряники очень пухлые, красивые. Их красиво и актуально будет упаковать непосредственно в коробочку, потому что они толстенькие. И просто в пакетике, ну, главное, чтобы они не сильно прижимались друг к другу. Останется вот этот объем, а в коробочке он будет выглядеть достаточно увесисто. Даем возможность пряничкам чуть-чуть просохнуть. Мы сможем покрыть их, допустим, второй раз айсингом. Да, то есть, если мы видим, что вот эти белесые части остаются, и они делают наш пряник более читаемым. То есть, он заполняет внутренние части, а надпись или какой-то рисунок остается наверху, и получается более лучше видно вот этот вот рельеф. Что мы делаем с густым айсингом? У нас он лежит в обычном мешке. Я мешочек отрезаю уголком. Кроме этого, у меня есть посыпки. Вот это посыпки Микси. Может быть, уже видели. Вы можете взять абсолютно любые посыпки, либо использовать тоже айсинг, только очень густой и другого цвета. А это посыпки, ну, какая-то другая фирма. То есть, все, по сути, одинаково. Все, что вы можете найти в кондитерских магазинах, и вам это кажется уместным для ваших пряников. Я отрезала уголочком, да, мешок. И чтобы сделать наш пряник новогодним, я делаю вот такой вот листик. Мы туда можем положить одну бусинку. Мне кажется, это самый простой вариант декора пряников. Если вы вообще не мастер, да, и не собираетесь им становиться, и просто хотите сделать одноразово пряники красивые для своих родных, пожалуйста, прекрасный вариант. Дешево и сердито, а главное, очень просто. Так, красненького тут уже нету. Возьмем отсюда. Вот у нас розовое, хорошо сочетается с розовым. Ну, и аналогично сделаем с нашими, вот если видно, сейчас вам покажу, да, надпись видна. С Новым годом. Сделаем здесь такой же рисунок. Здесь тоже надпись видна, с новым счастьем, но не сильно, как сказать, выпукло, потому что тесто было довольно мягкое, можно было в это тесто добавить еще немножко муки. Если у вас нету кондитерских мешков, можно вообще взять файл какой-нибудь и густой айсинг положить в файл. Здесь мы можем положить по три бусинки, ну, чтобы они как-то отличались у нас. Здесь они у нас разноцветные. И получится вот такой вот новогодний пряник. Причем это может быть и как угощение, и как бомбоньерка, потому что эти пряники очень долго хранятся. И если их не съедят вот здесь и сейчас, то ничего страшного не будет. Даже с начинкой пряники хранятся минимум месяц. Если у вас тервостабильная или какая-то специфическая начинка, то смотрите на ее срок хранения, если вы покупаете их в магазине. И я думаю, что там срок хранения будет не меньше. Грубо говоря, уже в числа 20 декабря можно смело готовить такие прянички, чтобы подарить своим коллегам или друзьям, или ребенку в садик, в школу, не важно. Мы на все про все потратили очень мало времени. У нас получились вот такие красивые пряники с рисунком, с новогодними снежинками, тут с надписью, со звездочками. Очень нарядно. Они выглядят уже красиво. Они пахнут безумно вкусно, потому что любые пряники, классические малиновые, они всегда вкусные. С начинкой так и подавно. Дождитесь их полного остывания. Вот видите, мы на эти вообще наносили айсинг, пока они были горячими. И можно красиво упаковать пакетик, завязать бант, и будет уже готовый самодостаточный подарок кому угодно. Мальчику, девочке, взрослому, ребенку. Я думаю, такому подарку точно будут рады все. Спасибо вам, что были со мной. Я обязательно пришлю фотографию того, что получилось, чтобы вы посмотрели это поближе. Ну и берите на заметку, покупайте скалки, тем более сейчас будет Новый год пройдет, будут другие праздники, сердечки, Пасха, 8 марта. И такие подарки, такие бомбардерки будут актуальны всегда. Свадьбы всегда проходят, дни рождения всегда идут, поэтому запасайтесь идеями и готовьте собственными руками подарки своим близким на эти праздники. Все, всем пока. Спасибо, что были со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!